Стоял у истоков развития атоскопии, Александр Александрович, приводитель в списке пионеров, фамилии доктора Маншина и Константина. Несколько слов она скажет об атоскопии. Работает она в больнице электроники. Это больница скорой медицинской помощи. Она 10, крупное специализированное учреждение. Уважаемые поздравления, я вам хочу спросить несколько слов, как слово доклада Александровича по той же самой теме «История развития атоскопии в городе Воронеже». Вот так получилось, что на самом первом селе атоскопии в 1995 году от города Воронежа мы были с ним двое. То есть можно сказать, что термотологическое отделение пакет-завеления, которые в том числе тоже стоят у исторических дневновениях атоскопии в нашем городе. Но нам повезло, конечно, гораздо меньше, чем в железнодорожном пакет-завелении. И надо сказать, что значит, мы еще не вернемся раньше, когда наш замечательный заведующий большой института любого нового отдела для главы СССР, еще в 92-й году нашел возможности отправить меня на рабочие места в институте в Резона для ознакомления с новым городом. Посмотрели, понравилось, очень захотелось. Идрить, но, к сожалению, наша администрация не считала меня это неинтересным, неперспективным, и не нужно взять в больницу скорую. Когда в 95-м году в СССР создался атоскопический дебют, мы опять вернулись к этой же теме в нашей больнице, но нам разрешили использовать стойкон в хирургическом отделении и условия для покупки минимального набора для атоскопии. Смонсоры нашли, начали, вдохновились в 2000-2000 году. За то, конечно, правда это было открыто, с непонятным для нас обещанием. Но в это же время, по всей стране, в рамках не приходит, без изменения сокращения скотчного фонда в стационарах и открываются центры областной хирургии на базе поликлиментов. И в 2004 году на базе 500 поликлиментов открылся такой центр, маленький, на 10 поликов, основным направлением которого была атоскопическая хирургия. и бывший заведующий администратор прорезда другой администратор прорезда решил, что в нашем управлении было должно быть в этом центре присутствовать, и она дает поликлименты. В центрах существует 11 лет. За это время сделано было 1300 операций, поэтому, я думаю, что для полуфлата было долг, это очень мало. Поскольку тема моего доклада это разговор не об этом центре, я знаю, что будет еще возможность, но я потом доложу о работе этого центра. Я просто остановлюсь на четырех моментах. Основные выросы, которые мы сделали, работая в центре малонепродевной хирургии при коробках пребывания больных. Ну, первое дело за что, потому что больница, безусловно, молодой, и средний возраст, неортикальная соматика, и тем же моменты, проблемы с сотрудничными процессами. Шрок пребывания больных в таком стационаре при простых аэроскопических операциях можно установить одни шутки, при пластике ПДГС и ВФМ в трое суток, преимущественная анестезия спинальная, и совершенствование техники аэроскопическое позволило нам оказаться от грудового обескручивания и, так сказать, осложнений, и, так сказать, учитывая то, что количество больных каждый год у нас в центре все-таки растет, наверно, есть количество осложнений, веществ, все влекает все, и мы думаем, что короткое пребывание больных, малое, удовлетворительное, неговое лечение, то есть, минимальное количество осложнений, и сокращение времени и технических способностей это привлекает для больных и страховой группы. В заключение, я вам хочу сказать, вернее, поблагодарить тех людей, которые очень помогли нам, смотря на все наши труды, сделать четвертую жизнь. так вышла эта прежде чемпионская глава врачи сельховной клиники векции в высшей заменочке отделения в основе обладательных веков Рубернатория Харьковича зашли на нас в долгую руку Александр Позорович за то, что благословил нас в начале и помогал врачей вредно в общественно уход и покал грамот медицин you в м и в в от в в и в в Продолжение следует...